Всем привет! Новость о том, что на iHerb акция минус 25% на БАДы застала меня в отпуске. В первый день я не успела собрать посылку и когда полезла уже за тем, что я хотела во второй день, видела, что многое уже закончилось, особо популярные товары. Я быстренько собрала посылочку, думаю, надо успевать, оплатила, потом думаю, так а нет, 25% это много. Последняя акция на моей памяти, такая большая, была весной и это было всего лишь 20%. 25% согласитесь, побольше. Поэтому я собрала вторую посылочку, оплатила, отправила. И решила собрать третью, но выяснилось, что этот код можно было использовать только два раза. Поэтому мой заказ по промокоду минус 25% ограничился двумя посылками. К сожалению, я просто не успеваю в отпуске редактировать комментарии, потому что хочется увидеть страну, в которую приехали, но по возвращению в Москву, конечно же, постараюсь держать вас в курсе событий. Но от себя рекомендую периодически заходить на главную iHerb и мониторить, что же там интересненького сейчас происходит, какие скидочки есть, потому что, например, эта акция и новые акции, которые сейчас идут, они все обозначены на главной странице iHerb, даже у меня в мобильном приложении. Что же я заказала в этих двух посылочках? Будет в следующих двух распаковках, а пока смотрим первую из них. Всем еще раз привет! Вот и пришла ко мне посылочка, которую я заказывала 13 сентября. Хотя тут написано, что дата создания 15 сентября. Видимо, они только к 15-му ее собрали и отправили. И получила я ее в Сбербанке 28 сентября. Итого, с момента заказа до момента получения прошло 15 дней. В целом, я рада, что так получилось, потому что заказывала я ее из отпуска. Если вы смотрели первые кадры, то вы об этом знаете. И это первая из посылочек, которую я заказала со скидкой 25%. Скрываем. Как всегда, в начале ролика хочу сказать спасибо моим зрителям за то, что вы подписываетесь, ставите лайки, комментируете. Я рада, что мои видео вам полезны и, надеюсь, интересны. Рука сама протянулась, можно таки сказать. Куэнзим Q10 в высокой степени усвояемости. Тут у нас 120 капсул. В каждой капсуле 100 мг. Напомню, для чего нам нужен куэнзим. Это антиоксидант для работы сердечно-сосудистой системы и всех остальных систем организма. И в том числе для прекрасного внешнего вида. Его выработка замедляется у нас в организме, по-моему, с 30 лет. Соответственно, людям, которые чуть старше 30, это, например, я, его желательно принимать дополнительно. Пожилым людям его желательно принимать в обязательном порядке, потому что, по-моему, после 60 лет выработка Q10 в организме вообще прекращается. Конечно же, он содержится в еде. Можно его получать оттуда, но, как говорится, привет шпинату, брокколи, рыбе и так далее. Но вы уверены, что из еды вы выберете столько куэнзима, сколько нужно организму? Я вот не уверена. Мне проще выпить капсулу и забыть. Значит, срок годности у нас до января 24-го. Отличный срок годности пришел. Этот куэнзим в одной из моих любимых форм. Мне больше всего нравится, когда капсулы именно вот такие вот, я не знаю, это желатиновые или гелевые. Наверное, гелевые. В них уже содержится наверняка маслица, то есть это жир для лучшего усвоения. Напомню, что хранить куэнзим нужно в темном месте, на свету он разрушается. Употреблять его лучше либо с омегой, лецитином и так далее, с чем-то жирненьким, либо после жирной пищи, для того, чтобы он хорошо усваивался. Этот тут 120 капсул на двоих. Это на 60 дней, это почти на 2 месяца. Но мы его будем пить в четвером месте с бабушками, поэтому это и того меньше. Я жалею только об одном, что не догадалась заказать 2 банки, а не одну. Трансресвератрол. Мы его уже видели недавно в распаковке, в августе месяце это было. Для меня это, конечно, было уже давно. Прошел целый чудесный почти месяц отпуска. Давайте сразу на него посмотрим. Я вам много рассказывала про трансресвератрол. Повторюсь, что это один из антиоксидантов, который очень популярный в последнее время. Работу антиоксидантов, к сожалению, увидеть, вот прям вот то, что начал принимать, такое сразу, о, этот антиоксидант работает. Это нельзя. Это будет видно со временем и понятно тоже будет со временем. Пока есть исследование, которое подтверждает его эффективность. Если вам интересно, вы можете поискать в интернете по запросу ресвератрол. Вам там выпадет очень большой список, для чего он нужен. Есть польза сердечно-сосудистой системе у людей, которые принимают трансресвератрол. Поэтому, почему бы не для перфилактики не пропить. Единственное, что, знаете, я тут попыталась, когда готовилась к ролику, посмотрела, что за посылка мне пришла, решила освежить воспоминания. И нажала на трансресвератрол, и он почему-то не открылся. И было написано, что этот товар для нашей страны запрещен. Я не поняла прикола, почему он запрещен. Мне он приехал, как видите. Тут 60 капсул. В капсуле 200 миллиграмм. Мы сейчас с мужем как раз пьем предыдущую банку, потому что я ее забыла взять в отпуск. У нас получился перерыв, и сейчас после отпуска мы ее начали пить. Этот, я думаю, оставлю на потом. Но ничего страшного не будет, если мы его вскроем. Вот такие совершенно обыкновенные капсулы. Небольшого, кстати, размера. Глотаются легко. Срок годности у него до 4-го, 23-го. То есть со сроком годности тоже все в порядке. В общем, если вы интересуетесь темой антиоксидантов и еще не знаете про трансресвератрол. Транс это потому, что он лучше усваивается якобы, чем обычный ресвератрол. Ничего не могу сказать по этому поводу. Я не биохимик. Скорее всего, так оно и есть. Почитайте, рекомендую, ознакомьтесь. Я почитала, впечатлилась и решила, что мы его будем время от времени пропивать. Я надеюсь, что он все-таки появится назад на iHerb для того, чтобы мы его покупали. Следующее, о чем поговорим, моя любимая Омега-3. В этот раз я заказала ее сильно заранее. Моя пока еще не кончилась. Для того, чтобы не было перерыва, как в прошлый раз. Я уже рассказывала, когда делала обзор пустой баночки от этой Омеги, что я не ожидала от нее такого эффекта. Заказала я ее первый раз на пробу. Подумала, ну, мало ли вдруг. И действительно, знаете, вот это масло примула вечернее. Оно, видимо, совсем какое-то волшебное. Потому что на мой организм оно оказалось совершенно потрясающее действие. В частности, я уже рассказывала, что месячные проходят легко и незаметно. Ну, может быть, чуть-чуть будет подтягивать живот. Но это не то, что было до того, как я начала принимать эту Омегу с маслом примула вечерней. Кроме масла примула вечерней, тут еще есть льняное масло и Омега-3. Значит, сервисная доза тут 2 капсулы. Я пью по 2 капсулы. Но начинала я в нее входить, когда пила по одной капсуле, чтобы посмотреть, как реагирует организм на эту примула вечернюю. Потому что отзывы были совершенно разных девочек. Ну и на всякий случай, знаете, что-то новое, когда начинаешь принимать. Значит, на 2 капсулы. Соответственно, тут 120 капсул, 60 доз в банке. Как выглядит? Выглядит как совершенно обычная Омега. Срок годности до 2023 года. Выглядит как совершенно обычная Омега. Я не буду скрывать. Сейчас, секунду, покажу вам предыдущую банку. Вот она моя предыдущая баночка, которая еще не кончилась. Выглядит от Омега вот так. Капсулы мне, мною глотаются легко, незаметно, отлично проскальзывают. Что я еще заметила, кроме того, что отлично все с месячными, что нет ПМС. Девочки писали там про какое-то увлажнение кожи дополнительно, еще про что-то. Не знаю, мне сложно сказать, потому что я еще пью Эль-Карназин. Она пила до этого коллаген. И не знаю, что вот именно так хорошо влияет на мою кожу. Но поверьте мне, я сейчас очень довольна тем, как я выгляжу. Даже после отпуска я приехала. Я там, конечно же, пользовался солнцезащитой и всеми своими кремами-сыворотками. Я все брала с собой. У меня там даже случился небольшой факап с моей сывороткой Дмайи. Но, в общем, девочки, лицо выглядит прекрасно. Я очень довольна и прям не знаю, что там у причины. Омега ли, коллаген ли, Эль-Карназин ли. Но, чтобы не было этому причины, я планирую продолжать это все пить для того, чтобы все так и оставалось. А вот это для меня новиночка. Это экстракт крестоцветных. Взяла почему? Как вы знаете, те, кто смотрит регулярно мои ролики, я пью индол-трикарбинол. Была скидка 25%, как вы знаете. Я заказывала это 13 сентября, как раз таки в день, когда на все БАДы были эти скидки. В общем, я решила попробовать от этой фирмы Life Extension тройной экстракт овощной крестоцветных. Что тут содержится? Тут содержится брокколи 400 мг, экстракт из брокколи. И содержится также индол-трикарбинол, всего лишь 80 мг. До этого я пила его, по-моему, по 200 мг. И тут еще без розмарина какие-то вытяжки. И в общем, что-то все очень хорошее. Девочки в отзывах писали, что это и для здоровья женской половой системы, и для здоровья груди. В общем, попробуем. Тут 60 капсул, буду пить. Также писали, что это полезно для мужчин, если у них там какие-то проблемы с тестостероном. Что вроде как он нормализует тестостерон. То есть он убирает лишний эстроген, который мешает мужскому тестостерону. А как вы знаете, не все мужчины, к сожалению, ведут правильный образ жизни. И там, например, чрезмерное употребление пива, или даже регулярное употребление пива, оно увеличивает количество эстрогена в организме мужчины. Что приводит к неким таким, ну, не всегда приятным последствиям. Я вам рекомендую про эту добавочку почитать. Я читала только чужие отзывы. В целом, отзывы хорошие. Поэтому решила попробовать. Давайте посмотрим с вами, как она выглядит. Срок годности до 5-го, 23-го тоже приехала с отличным сроком годности. На славу тут все запечатано. Точно никто не скрывал. Вот так выглядят капсулы. Пахнут они шикарно, как все вытяжки крестоцветных. Запашочек, будь здоров. Но я абсолютно спокойно отношусь к этому запашочку. Капсулы достаточно большие. В общем, буду пить. Потом расскажу, как мне они. Что я заметила. Или чего-то не заметила. Следующее, что заказала. Девочки, это вот у кого есть такие же проблемы, как у меня. Сейчас вернулись в Москву. Я вышла на улицу. И первое, что со мной случилось, это у меня из глаз покатились большие крупные слезы. Тушь сейчас не нужна водостойкая, потому что любой порыв ветра и мои глазки сразу же покрываются слезной пеленой. Казалось бы, вырабатывается много слезы. Но нет. Проблема-то в том, что дома в сухом воздухе глазки-то мои сохнуты. И много слезы на них не вырабатывается. Я когда увидела вот эту вот штучку, такая думаю, блин, надо попробовать. По отзывам, как я поняла, это штука для нормализации работы слезных желез. Это вытяжка из какой-то там травы. Я даже, наверное, не буду пытаться прочесть название этой травы. Я дам ссылку на препарат в описании видео. Пожалуйста, кому интересно, почитайте. Значит, тут ее 60 миллиграмм, 30 таблеток. И народ писал, что после приема этих капсул, где-то там недели через две, начинается такой эффект, что глаза не сохнут в сухом воздухе в квартире и перестают слезиться на улице. У меня глаза слезятся регулярно от холодного ветра, от мороза. Это моя прям тема. Я сейчас туда шла до магазина, собрала тушь под глазами, вспомнила про водостойку. А водостойка мне сильно меньше моя нравится, чем вот эта, которую я пользуюсь сейчас. Вот, кстати, пользуюсь я сейчас белорусской тушью. Девочки, она такие ресницы делает, скачаешься. Это белорусскую тушь была у меня в распаковке покупок с Азон. Конечно же, их, по-моему, никто из вас не смотрел. Но мне эти товары очень понравились. Итак, открываем. Так, вот так выглядят капсулки такого интересного цвета они. Их тут, конечно же, совсем мало. Пишут принимать по капсуле в день. Баночка на 30 дней. Срок годности до 23-го года, до 4-го месяца. Так как я начну это пить буквально на днях, то, конечно же, 150 раз выпью. Следующее, что заказала, конечно же, я не удержалась. И, как ни странно, они были в наличии. Пробиотики, как всегда, не запечатаны. Срок годности до 23-го года. Но, вроде как, все в порядке. Почему принимаю? Потому что мне с ними сильно легче жить. Это регулярный стул нормальный. В общем, когда принимаешь при биотике, все хорошо. Бросаешь принимать, через какое-то время все опять ломается. В общем, я предпочитаю их пить, чем не пить. На сайте iHerb это хит. Поэтому, я думаю, что, скорее всего, вы его пробовали. Если не пробовали, рекомендую. И последнее, что заказала, это самая большая банка в этой посылке. Это глицинат магния. Я до этого пила магния и хилат. И решила попробовать другую форму. Потому что магния и хилат пьется для того, чтобы восстановить уровень магния. Так как магния и хилат мы пили достаточно долго с мужем. То я решила почитать, а вообще, какие еще формы магния есть. И выяснилось, что есть магния и глицинат. И магния туурат еще. И туурат приедет ко мне в следующей посылке. А пока глицинат. Кстати, эта фирма тоже ничего ни разу не заказывала. По-моему. По-моему. Если я ничего не путаю. Первый раз это будет. Значит, тут у нас сервисная доза 4H капсулы. И в этих 4 капсулах будет 400 мг магния. Если вы употребляете в пищу еду с высоким содержанием магния. Например, мясо индейки на вашем столе постоянно, на ночь обязательно. То, возможно, в вашей сервисной дозе будет не 4 капсулы. Делаем вывод, что если 4 капсулы, то в каждой капсуле 100 мг. Я тут почитала, немножечко освежила про магний память. Женщинам вообще рекомендуется 320. 420 мужчинам. Соответственно, если вы мужчина, то вы пьете, наверное, действительно по 4 капсулы. Если вы женщина, то, конечно же, лучше по, наверное, 3. Я, скорее всего, буду пить 3, может, буду давать 4. Почему взяла глицинат? Потому что, как я почитала, из всех соединений магния, это магний с глицином. Тут, к сожалению, нам не пишут, сколько же тут глицина в этом глицинате. И он очень хорошо для нервной системы. Так как у нас есть некая напряженность, особенно, знаете, осень, мало солнца. Сейчас закончится такой заряд солнечный с отпуска. И, скорее всего, потребуется что-то, что-то, что будет помогать не скатиться в осенне-зимнюю хандру. И вот магний, он, если находится в вашем организме в достаточном количестве, помимо того, что он участвует в синтезе каких-то гормонов или каких-то штук, которые нужны для усвоения коллагена и для правильной его выработки и переработки, магний, помимо всего прочего, участвует еще в синтезе серотонина. Поэтому, если вдруг вам кажется, что вам погрустнелось, я думаю, что нужно не спешить принимать какие-то добавочки для увеселения. А, например, подумать, может быть, мне восполнить магний в организме? Если магний в организме вы уже восполнили, а настроение все равно не улучшается, то это, конечно, повод задуматься. Капсулы достаточно большие, внутри порошочек. Кстати, прикольно, что в капсулах, потому что до этого у меня был от НАУ магний, и он был, знаете, такой, не в капсулах, а такие спрессованные таблетки, и глотались они как-то вот, ну, так мне не очень нравилось. В общем, магний тут всего лишь, как мы с вами посмотрели, на 60 дней, то есть на двоих это на месяц. Поэтому ко мне едет еще один магний, уже немного другой, а мы потом обязательно посмотрим, так ли этот магний хорош. Отзывы про него были замечательные, писали, что вот именно от этого магний эффект увидели чуть ли не сразу. И, кстати, магний еще очень важен, очень-очень важен для того, чтобы правильно усваивался кальций. То есть, если не хватает магния, и вы пьете много кальция, то это чревато сердечно-сосудистыми заболеваниями, а магний как раз-таки что-то там такое волшебное делает, что кальций вытягивается из крови и тканей ненужной, и не направляется в кости. Тем самым уберегает нас от остеопороза. Ну, естественно, связка кальций-магний-витамин D и витамин B6, это прям в гадалки не ходи, как говорится, пей. B6 у меня стоит отдельно, как мы помним, я его делю на 4 части, и вот попробуем новую форму магния. Итак, поговорим про цены. Про биотики. Стоили 761 рубль, я их купила за 570 и сэкономила 190 рублей. У меня на все применилась скидка 25%, поэтому на всем я сэкономила 25%. Это была акция на БАДы от iHerb по промокоду, который действовал 3 дня. Омега женская. Стоила 854 рубля. Я получила на нее скидку 213 рублей и купила за 641. Q10. Стоила 1412 рублей. Я купила за 1064. Получила скидку 354 рубля. Гультинат магний. Стоила 1618 рублей. Я его купила за 1213, сэкономила 404 рубля. Экстракт крестоцветный. Стоили 1370 рублей. Я купила за 1027 и сэкономила 342 рубля. Табавочка для правильной работы слезных желез. Стоила 1027 рублей. Я ее купила за 770, сэкономила 256 рублей. И трансресвератрол, который почему-то сейчас нельзя купить на iHerb в Россию. Я имею ввиду. Стоила на 1293 рубля. Я его купила за 970, сэкономив 323 рубля. Итого, моя посылочка без всех скидок должна была обойтись мне в 8344 рубля. Я же за все заплатила 6258 рублей и сэкономила 2086 рублей. Мне кажется, отлично. О чем жалею? О том, что не взяла многие вещи, например, трансресвератрол в двух экземплярах. Но, как говорится, знал бы, где упал соломинку, бы подложил. Поэтому, как получилось, так получилось. В любом случае, я довольна акцией. Я вам уже говорила в начале ролика и повторю в конце. Дорогие мои, ничего сложного в том, чтобы по возможности зайти на сайт iHerb под одним глазком глянуть, что же там происходит. Потому что про эту акцию было написано на главной. Поэтому я вам рекомендую вот так вот время от времени мониторить. Или, как вариант, если вы любите YouTube, смотрите мои ролики, то я обязательно стараюсь писать вам в первом комментарии под видео о моем закрепленном актуальные акции. В общем, получилась такая посылочка. Я, конечно же, немного соскучилась по распаковкам, поэтому как-то очень, наверное, быстро говорю. Я вам, как всегда, желаю удачных покупок, хороших цен на ваши покупки, больших скидок и приятных эмоций, чтобы вы получали от вашего шопинга, будь то виртуального, реального, какого хотите. До новых встреч! Пока-пока!